Вот сейчас мы поднимемся чуть-чуть наверх, и мы увидим с вами арабскую деревню Джель-Джулию. Ну, деревню, поселок городского типа, по привычным называемой деревней, там живет где-то 10 тысяч человек, может быть, чуть-чуть побольше. Вот сейчас мы увидим местную мечеть, куда она делась? Вот медари, это уже винные, помолиться никого не нужно. Вот, давай внимание на купол, вы видите, да? Вот она, эта мечеть. Это, кстати говоря, уменьшенная копия золотого купола на храме горе в Иерусалиме. Вот она по правую сторону, уменьшенная в несколько раз. Купол так же, как и там, медный, покрытый золотом. Небольшая мечеть на тысячу человек, новая, кстати говоря. Так вот, Джель-Джулия, вот интересно, в 1948 году, накануне создания государства Израиль, здесь жило 750 человек, а сейчас 10 тысяч. Вот за 70 с лишним лет население страны увеличилось, население деревни увеличилось 13 раз. И плохое естественное прирост. И что интересно, в 1948 году, накануне создания Израиля, это была очень богатая деревня. У нее было 11 квадратных километров земли, представляете, да? Хорошей пахотной земли. Во время войны за независимость эта деревня осталась в руках Иордании, а земли остались в Израиле. Соответственно, если вы из-за границы, значит земли конфисковали. Это 49-й год, а в 51-м году с Иорданией сделали обмен территориями. Мы получили эту деревню Джель-Джулию, и иорданцам отдали какую-то деревню в районе Хеврона. Вот, так что жители деревни в 51-м году оказались в Израиле, а землю им возродить забыли. Она уже была залита основанными там кибусами. Они сейчас ругаются, кричат, но уже все, время утекло. Так что это немножечко про Джель-Джулию. Ну а справа от нас это уже не Джель-Джулия, это уже Кварсаба. Большой израильский город, но большой город средних размеров, в котором живет где-то примерно 100 тысяч человек. Через бетон, хорошо смотреть, да? Но бетон кончается, и вот она, Кварсаба. 100 тысяч человек, но город таких средних масштабов. Кварсаба, как мы переведем название города, дедушкина деревня, правда? Да. Вот. Вспоминаем Антона Павловича Чехова. Помните, Ванька Жуков, куда писал свои письма? Вот, оказывается, еврей необретный был он. Ванька Жуков, теперь мы все поняли. Кстати говоря, если бы он написал лет на 20 позже, может быть, письмо бы и дошло сюда. Но Кварсаба была основана ровно через 20 лет после того, как Чехов написал этот рассказ в 1906 году. Была основана Кварсаба. Название, конечно, названо было не поэтому. Когда-то, в библейские времена, когда евреи вернулись из Египетского равства, здесь осел клан некого Сабы. Вот в честь этого еврейского Сабы, или Сабы, назвали эту деревню. Слева от нас, это все северо-восточные пригороды Тель-Авива. И Кварсаба, и вот здесь вот слева от нас, это Ромато-Широн. Когда-то был небольшой городок, 50 тысяч человек, но вы видите, как раз в последние несколько лет здесь мощное жилое строительство с левой стороны. Так что слева от нас, это Ромато-Широн, справа Кварсаба, северо-восточные пригороды Тель-Авива. Но в 1906 году история Кварсабы, она начинается с огромных миндальных плантаций. Вот сюда приезжают первые еврейские поселенцы, и начинается все с плантации миндаля. Вот сейчас вы идете на рынок, покупаете миндаль за 76 килограмм, а тогда здесь было «бери, не хочу». А кроме того, они пытались выращивать герань, как сырье для производства духов, но эта герань не пошла. А Первая мировая война убила это поселение. Здесь полгода проходила линия фронта. Люди ушли так, что заново Кварсаба была основана в 1924 году. Вот с тех пор она и существует. Здесь, кстати говоря, большой медицинский центр больницы Меир на Пенсенкоин. Примерно в два раза меньше, чем больница сроком перши. Ну а сейчас по правую сторону, это уже не Кварсаба, это уже Ра-Нана. Вот хорошо видно через забор, да? Но вы мне поверите, что с правой стороны там Ра-Нана. Я думаю, что забор скоро закончится. Как отделяется город от города? Это центр страны. Здесь нет разницы между городами. Здесь уже давным-давно все слилось в один большой мегаполис. Там идет скоростной шоссе номер 4. По правую сторону шоссе один город, по левую сторону другой. Только и всего. Вот. Так что справа вам придется поверить мне, что там Ра-Нана. А городок таких средних размеров 75 тысяч человек, Ра-Нана, интересно нам несколькими вещами. Во-первых, в 2018 году там мэром города был избан некий человек по имени Эйтан Кинсбург. Открытый гумах сексуалист. Так что впервые в Израиле представитель сексуальных меньшинств был избан мэром города. В частности Ра-Наны, он правда в должности мэра пробыл всего год, потом он стал депутатом Кинсбурга. Сейчас он, по-моему, в партии Лапиды, если я не ошибаюсь. Ну а кроме того, здесь же в Ра-Нане находится открытый университет. Открытый университет такой аналог соочного образования. Когда ты можешь получить высшее образование, не заходя в стену университета. И это очень хорошо нравится палестинским террористам, которые сидят в наших тюрьмах и учатся в этом открытом университете. За наши деньги, на наши налоги, получая высшее образование. Так что Восток дело тонкое, и здесь не всегда надо искать логику. Так что вот этот бетонный забор называется город Ра-Нана, по левую сторону. А вот по правую, там начинается уже Герцлия. Вы видите, вот он, Тель-Авивский мегаполис, когда вот все эти города, как в глидоскопе, меняют друг друга. Мы самым-самым краешком касаемся пригородов Тель-Авива, объезжая этот мегаполис 7. Вот, собственно говоря, мы его и покинули уже.